Дистанционное образование – много реальных школьников и их родителей. Многие учебные заведения работали и работают в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса. Данная ситуация вызвала споры среди родителей. Одни согласны бояться здоровья своих детей, другие переживают о качестве знаний. Все плюсы и минусы в дистанционном образовании разберем в нашем программе. Господь нашей программы – эксперт в сфере образования – Симон Джанашья. Господи Симон, первый вопрос у меня такой. Насколько эффективно онлайн-обучение в школах и какие минусы? Обучение зависит от многих факторов. И это зависит от того, насколько имеет доступ к интернету, насколько этот интернет высокоскоростной. и насколько у детей и учителей есть навыков, чтобы использовать эти технологии. Вообще есть ли эти технологии у них, например, есть ли у них компьютер или телефон, или планшет, и так далее. И, конечно, очень важно, и то, имеют ли учителя педагогические навыки, которые требуются для того, чтобы обучать детей дистанционно, используя онлайн-технологии. И, к сожалению, у учителей таких навыков нет. Не только потому, что у них их не учили, как учить, используя интернет, но и потому, что они сами никогда не учились использовать такие технологии. Так что у них нет опыта ни как у учителей, ни как у учеников или у студентов. И из-за этого во всем мире, не только в Грузии, это есть самая большая проблема, что учителя чаще всего используют не совсем эффективные методы обучения. Например, в Грузии самая распространенная форма онлайн-обучения – это уроки, которые асинкронно проводятся, где и дети, и учителя должны быть в интернете в то же самое время. И это очень затрудняет, конечно, обучение, из-за того, что у всех должен быть хороший интернет, минимальная скорость должна быть довольно высокая. И это затрудняет и детям, у которых разные навыки. Например, есть дети, которые не так быстро реагируют на вопросы учителей, или есть дети, у которых среда дома не очень благополучная. Например, может быть… И не у всех детей есть, конечно, своя комната, они могут быть в тишине, находиться на уроках и так далее. Так что очень многие факторы влияют на эту эффективность. — Какое время образования онлайн улучшилось или выкучилось? — Конечно, сейчас уже за последние девять месяцев учителей уже накопились какие-то ресурсы, которые они используют, или у них уже накопился опыт, какой-то опыт обучения. И это случилось очень быстро. И, конечно, я верю, что сейчас у них гораздо больше уверенности обучения онлайн, чем это было в марте или в апреле прошлого года. И, по-моему, это улучшится со временем, когда это будет продолжаться. Хорошо было бы, если даже после окончания этой пандемии, если учителя продолжат использование онлайн-технологий для того, чтобы поддерживать свои уроки или задания более интерактивными материалами. — А вот насчет детей в возрасте начальных классов нуждаются личными взаимодействиями с учителем. Часто ученики оставляют, причем, на компьютере, а сами занимаются делами. Вот как это контролирует? — Ну да, конечно, учителя, они потеряли тот уровень контроля, который у них был в обычном формате. Они могли бы контролировать действие детей и так далее. Но проблема мотивации детей не всегда зависит от формата обучения, но зависит и от содержания обучения или тех методов или заданий, которые дают учителя им. Если это неинтересно, в школьном формате, в обычном формате у детей нет больших альтернатив, что они могли бы сделать. Но и там они играют в какие-то игры, под столом играют дети часто, когда им скучно. Но в онлайн-формате, конечно, у детей очень много вещей происходит, которые могут отвлекать их. И вот здесь уже очень важно, чтобы вовлекать родителей, или даже можно, когда есть возможность вовлечь старших учеников или тех, которых учителя лучше знают, для того, чтобы помочь этим детям, чтобы они сконцентрировались на том, что важно в это время. — Также многие предметы фактически невозможно проводить дистанционно в режиме, например, физкультуру. Как это? — Ну, я бы не сказал, невозможно, но не так эффективно. Ну, например, в нашей школе проводится физкультура в формате, что есть тренер, который показывает, как можно делать упражнения. И там проблема в том, что она не видит, что здесь делает, потому что у них отключены эти камеры. И не очень большая мотивация у детей, потому что отсутствует элемент игр, и это не очень интересно, там, в одиночь заниматься какие-то партийные занятия. — Еще ученики уже большее время проводят компьютер. Это негативно сказывается на здоровье человека. А сколько так? — Ну, это происходит и без пандемии, что люди все больше и больше проводят время с технологиями, но не только с компьютером, но и с телефоном и так далее. И, конечно, есть проблема, когда они не могут уже отрываться от технологий, не видят, что происходит вокруг, не интересуются нормальным общением между людьми. Но сейчас одна из преимуществ в это время или позитивных сторон этой ситуации состоит в том, что дети уже поняли многие или получили опыт использовать эти технологии для образования, а не только для того, чтобы играть. Это очень важно для них, потому что, вот, например, даже в разных Штатах Америки уже больше, чем 10 лет в школах есть... Каждый ученик должен для того, чтобы окончить школу, должен иметь опыт прохождения онлайн-курсов. И почему они дошли до этой идеи? Все больше и больше люди используют эти онлайн-курсы для того, чтобы повышать свои квалификации во время карьеры. И вот там, в Америке, те, которые решают образовательные проблемы, они подумали, что хорошо было бы, чтобы дети уже во время школы получили такой опыт, чтобы у них были бы навыки, например, самоорганизации, чтобы они знали, как нужно планировать свое время для того, чтобы могли бы самостоятельно обучаться, используя онлайн-технологии, чтобы они получали технические навыки, например, регистрации на онлайн-курсах или прохождение, или общение на онлайн-форумах, используя этикет онлайн-общения, который более раз во время в академическом среде и так далее. Так что эти навыки, они не были запланированы в обычном формате, чтобы наши дети получали, и они сейчас получают это. Так что, конечно, дети теряют очень много тем, что они не могут ходить в школах, но есть какой-то позитив в этой ситуации тоже. А вот какой совет вы можете дать педагогам и ученикам, чтобы онлайн-уроки прошли более эффективно? Один из распространенных советов состоит в том, что учителя не должны стараться копировать то, что они делали в обычном формате, в онлайн-формате. Онлайн-формат нужно планировать по-другому. Например, нужно подумать, как можно разбить урок, если это синхронный урок, на маленькие части, где дети сами самостоятельно делают что-то. Например, вот сегодня у меня был урок по истории. Я просил детей, и мы проходили историю древней Индии. И я просил детей войти в Google и найти на карту те города, которые описывались на этом уроке, потом подумать, потом измерить дистанцию между этими городами и так далее. Это было бы очень трудно сделать во время обычного формата. Так что нужно подумать, какие новые возможности у нас появляются в этом формате. Второе, что можно посоветовать, это то, что нужно давать детям такие задания, которые давали бы им возможность, чтобы они работали в то время, когда им удобнее. Чтобы они, например, могли бы сделать это задание тогда, когда другие в их семьях не используют компьютер и интернет. Или, например, когда они более активны во время дня и так далее. Так что школы должны, ну, например, нужно еще подумать о времени. Очень часто школы пытаются, чтобы они проводили то же самое количество уроков, которые проводятся в обычном формате, чтобы более 5-6 уроков в день, во время информации, и потом еще давать много заданий. В этой ситуации мы должны понять, что это означает, что дети будут целый день использовать технологии. И об этом мы должны более осторожно подумать и продумать, чтобы у детей не было 5 часов уроков во время дня, еще 5 часов, чтобы делать задания. Потому что не только эта проблема со здоровьем, что они будут сидеть 10 часов у компьютера, но и проблема в том, что это означает, что у каждого должен быть компьютер или телефон, который они могут использовать вне конкуренции с другими членами их семей. Получается так, что ребенок почти целый день у компьютера. Да, у них не остается потом времени, чтобы побежать по улице, или поиграть с другими, или пообщаться и так далее. И в этой ситуации даже можно подумать о том, как можно модифицировать те цели, которые у нас как учителей были. И очень важно, чтобы мы меняли эти цели. Потому что те цели, которые мы старались достигать 2 года назад и 3 года назад, они были составлены для нас, или мы сами составляли, имея в виду тот контекст, который был в другой времени, когда мы знали, что детям нужны... Мы встречаемся с детьми больше раз в неделю, чем встречаемся сейчас. Или в той ситуации, где у детей не было столько материалов, которые они могут использовать в интернете и так далее. А сейчас совсем другое время. Мы должны поменять наши не только методы, но и цели, которые мы стараемся достигать. Спасибо вам большое. До свидания. Продолжение следует... Спасибо.